Наталья по своей основной специальности врач-психиатр. В своей практике она нередко встречалась с пациентами, которые жаловались на расстройство сна. Люди, которые страдают депрессией, тревожностью, очень часто сопутствующие заболевания бессонницам. Тревожность и, как итог, хронический недосып, таких жалоб становилось всё больше. Тогда Наталья решила углубиться в тему здорового сна, и несколько лет назад она стала одним из немногих в Латвии тренером по сну. Самое интересное для меня было, что очень много есть способов помочь человеку, и медикаменты – это вообще не первый выбор. Тренер по сну говорит, что основные помощники – это гигиена и режим сна, а также когнитивно-поведенческая терапия, которая включает в себя набор методов, помогающих справиться с бессонницей. Если вы чувствуете, что уже стало заснуть пару ночей или, может быть, неделю, просыпаетесь ночью, пожалуйста, не надо оставаться в кровати и пытаться этот сон ночью добыть. Вы мучаетесь в кровати, у вас в мозгу возникает связь кровать, не равно сон. Врач говорит, что таким образом вы только будете поддерживать бессонницу, и в итоге она перейдёт в хроническую стадию, справиться с которой будет очень непросто. А начинать терапию надо с гигиены сна. Нельзя, ну, так сказать, валяться в кровати, если вы не спите. Кровать, она для сна или каких-то романтических активностей, всё остальное нет. Не читать, не учиться, не смотреть телевизор, по факту ничего. Не переедать непосредственно перед сном, убрать высокоинтенсивную нагрузку – и ещё один немаловажный момент. Для того, чтобы выспаться, необходимо соблюдать режим. Специалисты по сну советуют ложиться спать в одно и то же время. А в какое время это уже имеет второстепенное значение? Многие говорят, ну, что тут такого, это же ерунда. Но на самом деле ложиться спать и вставать нужно в одно время, даже на выходных. Это значит, что если вы привыкли вставать в 7 утра, то на выходных желательно было бы тоже в 7 утра. Если вы соблюдаете эти основные предписания, но нервозность и бессонница никуда не уходят, тогда следует обратиться к специалисту, советует тренер по сну. Андрей Дмитриев, Латвийское телевидение.